здравствуйте приветствую вас на канале евгений роста и специально для век мы продолжаем изучать fusion 360 в этот раз я предлагаю рассмотреть локальные источники света но это мое личное определение в прошлый раз мы с вами создали вот такой вот настольную лампу разместили его на столе и применили рендер то есть прошлое видео это все можно посмотреть что я хочу показать сейчас так у нас с вами в настройках сцены вот здесь сайт settings есть environment library где мы можем настроить какую-нибудь световую картину такой вот световую карту которая у нас находится вокруг нашей модели и также мы можем но тут у нас есть различные световые карты либо мы можем выбрать также дополнительно настройка светимости то есть как будто бы вот этим если нету а вот мы убрали свет на ноль то есть получается что свет вокруг от нашей своей карты вот он из потока равен нулю теперь нам необходимо например мы можем еще но фон у нас имеет свет мы можем например тоже сделать черным абсолютно и тогда как будто бы у нас видимость всего вот здесь вот исчезла но стоит запустить нам локальный рендер и мы сразу видим небольшое такое сияние потому что на данной лампе уже у нас были настроены материалы и вот собственно вот здесь вот на нижней поверхности вот это вот части светильника настроен материал который создает светимость также здесь у нас здесь сейчас лист стали находится вот подождем немножечко посмотрим какая у нас картинка получится в итоге с вами ну вот прошло приблизительно половина минуты и мы наблюдаем вот такую лампу которая подсвечивает сама себя и какой-то фрагмент мы видим и видим некоторое такое распределенное отражение ну по отражениях мы поговорим на самом следующем видео в этом видео я хочу продемонстрировать больше как использовать вот такие вот точечные источники света давайте закончим здесь рендер и я перейду это потом вот в это рабочее пространство я здесь создал массив из вот таких вот стульчиков и над ними просто я повесил такие вот цилиндры на нижнюю поверхность каждого цилиндра я нанес материал можно во вкладке render давайте верну настройки сцены по умолчанию либо добавлю немножечко здесь яркости вот так вот на нижнюю сторону каждого цилиндра вот здесь вот я нанес материал проверим оперенс который находится вот ады эмиссив и вот данные материалы излучают свет то есть я вот этот материал применил который полторы тысячи люмен дает освещение света светового потока и давайте посмотрим что же получилось здесь немножечко большое такое рабочее пространство предоставил вот я их разнес специально далеко так запустим render и мы как бы видим что в принципе но ничего такого фантастического не происходит но есть какие-то стульчики какие-то цилиндрики над ними летают какие-то небольшие засветки такие здесь появляются но я все-таки предлагаю убрать внешнее освещение от внешней световой карты полностью на ноль background color сделать абсолютно черным и давайте посмотрим что у нас здесь с вами получится ну вот прошло практически 40 секунд и мы с вами наблюдаем такие вот четыре стульчика каждый из них находится как будто бы в луче прожектора иногда для красивой картинки я считаю что данный способ он может быть наиболее подходящим например если это замкнутое пространство если это идет интерьер какого-нибудь помещения то использовать внешне световую карту я считаю что не не очень нужно необходимо создавать свои источники света и вот уже с ними работать и экспериментировать и так я остановлю render верну немножко освещение что мы видели и нажим close а здесь меня два светильника просто здесь у меня он создает белый свет а здесь зеленый да можно создавать различные цвета света и так давайте я сейчас покажу что мы можем сделать давайте перейдем в рабочее пространство модель и с помощью инструмента press pull я вот здесь вот чуть-чуть увеличу радиус этого цилиндра а потом здесь давайте с помощью инструмента press pull я его как раз немножко уменьшу затем я сейчас поймаю нижнюю сторону вот это и создам здесь эскиз но ты ничего не вижу поэтому но я нажму слайд и как будто бы он получил разрез то есть все что было до него я не вижу а до него как раз была поверхность пола и здесь я с помощью инструмента cycle ну создам какой-то вот такой вот кожух осуществлю симметричное вытягивание вот так вот сами час вытягивания в две стороны прошло здесь мы видим штриховку значит в эту сторону тяги не тоже пошло но это из-за того что я применил инструмент слайс join ну пусть буджой нажмем ok и видим что появился вот такой вот дополнительный какой-то раз труб сверху получается что так давайте отключу все-таки пол теперь мы видим что наш светящийся материал находится как будто бы в таком цилиндре вот и у нас свободно лучи не могут рассеивать то есть мы как будто бы давайте посмотрим что будет но мы немножечко уменьшим диаметр вот это вот луча что мы сделаем здесь давайте здесь мы тоже например увеличим радиус всего этого ну так нажмем ok и давайте вернем наш давайте перейдем сначала рабочее пространство рендер и запустим с вами in canvas render так включим с вами пол и понаблюдаем какой рендер мы в итоге сейчас с вами получим берем внешнее освещение на 0 ну прошло практически половина минуты и давайте посмотрим что у нас получилось здесь мы увеличили диаметр нашего цилиндра и вот на световое кольцо стало немножко побольше здесь мы диаметр нашего цилиндра уменьшили и световое кольцо осталось стало меньше здесь мы на тот же самый диаметр прицепили снизу еще эскиз поместили и присоединили некоторый такой раструб и который тоже нам сузил световой поток здесь у нас было два источника света белый и зеленый при первом проходе вот этот цилиндр с зеленым светом он был поменьше сейчас же мы увеличили площадь которая светится зеленым светом увеличилась и поэтому мы имеем вот такой большой зеленый световое пятно причем более того что вот по этой траектории зеленый свет попадает еще и на этот цилиндр поэтому видим здесь вот тоже такое зеленое свечение давайте нажмем стоп и перейдем вот в такой вот интерьер на данный момент на данный момент здесь сейчас заданные источники света как вот эти вот нижние поверхности вот таких вот декоративных элементов которые проделаны к стене а также внутренние части внутри каждой вот этот лампы давайте перейдем рабочее пространство рендер и запустим обратим внимание что освещение световой карты у нас сейчас стоит на нуле поэтому нажимаем close и мы давайте подождем к посмотрим какую картинку мы с вами получим ну вот прошло практически полтора минуты и мы видим что принципе но необходимо еще подождать потому что здесь очень много различных поверхностей и процесс рендера займет здесь значительное время но уже сейчас мы видим что вот такие вот локальные источники света они очень хорошо помогают расставить акценты в этом интерьере и чуть более наглядно продемонстрировать вот такие вот какие-то дизайнерские решения да и вообще если нужно расставить какие-то отдельные акценты подсветить какой-нибудь элемент том я считаю что данный способ очень очень хорош например я считаю что здесь сейчас не хватает верхнего освещения давайте его создадим и посмотрим как улучшится картинка после этого и так нажмем здесь паузу остановим перейдем рабочее пространство модель и давайте вот на вот этот поверхности ну потому что она у нас еще с вами самая она сверху находится правой клавиши нажмем create sketch и посмотрим вызовем инструмент cycle и например где-нибудь и так вот с привязкой вот сюда 400 миллиметров и давайте сделаем прямоугольный массив и вот так как то вот его вот здесь вот разместим ну даже давайте как-то вот так чуть-чуть вот так давайте эти галочки снимем вот так вот и нажмем ok вызов инструмент экструд так скетч пропал наш а вот он вот они так летают воздухе сейчас где-то поднимем например чуть выше и нажмем ok хорошо теперь давайте перейдем обратно в рабочее пространство render ну немножко добавим внешнее освещение нажмем close вызовем appearance и посмотрим какие материалы вот здесь прямо на сразу есть эмиссив материал светящийся этот первый только я применю его не ко всему телу компоненту а только к нижней его поверхности давайте вот к этим двум светильникам я применю это вот так close перейду обратно в модель и здесь с помощью инструмента shell например я задам здесь один миллиметр и вот здесь это один миллиметр хорошо перейду обратно рабочее пространство render и вызовут эти материалы опять по новую только назначат уже их для вот этих внутренних поверхностей вот так хорошо нажмем close перейду обратно в настройки сцены беру все освещение ну давайте для наглядности я еще сделаю черный цвет фон нажим ok закройте все и запущу локальный render вот прошла минута даже уже чуть больше и мы видим что картинка стала вот такого качества но из-за того что здесь очень много поверхностей необходимо более значительное время для обработки данной данного проекта но мы уже сейчас можем определить что да действительно после внесения в нашу модель дополнительных источников освещения наша модель стала более реалистичной то есть и ну например если принимается решение о количестве освещения для какого-то интерьера то можно произвести некоторый расчет место расположения выбрать наиболее эффективные также если необходимо поменять мощность светильника то мы можем перейти вот сейчас настройки нашего материала который отдает световой поток и добавить например здесь увеличить поток либо уменьшить его примерно так поменьше сделаем его нажмем да в принципе если мы перейдем с вами на сайт автодеск то в этом вот разделе support and learning мы можем с вами библиотеки найти такой раздел как рендер немножечко здесь поискать покопаться и найти вот такой раздел который называется set lighting background and camera in your render настройки освещения заднего фона и камера в вашем рендере но здесь скорее подразумевается рабочее пространство рендер здесь есть вот такая заметочка табличка о том сколько какая светимость в люменах каким природным источником освещения соответствует соответственно можете понять что максимум которому выкручиваем от прям прямые солнечные лучи ну и вот такие значения это скажи так перетражена солнечный свет от поверхности луны в ночном небе ну такую ссылочку я оставлю под видео на можете с ней ознакомиться потом посмотреть почитать здесь достаточно много полезной интересной информации мы же вернемся к нашему проекту да у него все еще связи рендер нажму сейчас close все вот эти значения по светимости я считаю это отдельный предмет для экспериментов но я сейчас уже продемонстрировал надеюсь как бывает полезно создавать локальные источники света чтобы в ваших моделях расставить определенные акценты на определенных местах это может быть не обязательно интерьер это может быть какая-нибудь деталька где нужно создать тень в одну сторону например также я сейчас остановлю давайте верну немножечко из освещения и перейду сейчас а вкладка appearance и вот этот материал нажму кнопочку to duplicate и сделаю его копию потом начну редактировать и например я хочу вот такой зелененький свет чтобы он был нажму дан вижу что здесь ее превьюшка поменялась на зеленый цвет и например могу добавить свой проект освещение зеленого цвета давайте сейчас уберу внешние источники света световой карты на ноль все это запущу локальный рендер так немножко нужно подредактировать да здесь потому что практически на нуле стоит все это ну давайте немножко так подправим так здесь на немножечко по-другому все вот нужно в эмиссив зайти фильтр color и вот уже здесь выберем цвет вот так вот фиолетовый нажмем ok apply ok вот тогда как бы применяется такой дополнительный фильтр к нашему источнику света и он становится но в данном случае таким вот фиолетовым вот с помощью таких вот нехитрых приемов можно добиться чуть более интересного рендера и расставить акценты на вашей модели следующем видео мы попробуем своими создать зеркало мы поиграем с вами с настройками поверхности и посмотрим на что они влияют желаю вам творческих успехов подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пока пока